Сегодняшняя встреча была обусловлена тем, что наш технопарк стал вторым по итогам 2022 года в России как резидент подразделения «Сколково». Это несколько показателей, это и темпы роста выручки у наших резидентов, это и количество резидентов, количество создаваемых новых рабочих мест. По всем этим параметрам мы сделали большой рывок, за счет чего с 2021 года была пересмотрена концепция технопарка, и в рамках нашей инвестиционной стратегии все наши сервисы, которые сегодня работают внутри региона по работе с IT-предприятиями, с технологическими предприятиями, с индустриальными предприятиями, с предприятиями кластера, все эти ресурсы начали объединяться и приносить свои результаты, и мы видим именно эти показатели по многим направлениям. Для всей страны сегодня встает вопрос технологического суверенитета, он не может возникнуть быстро в моменте, для этого нужно системно на протяжении многих лет развивать разные компетенции и функции. Наш регион силен нефтегазовым кластером, и на сегодня мы обсуждали о том, а как уже те компетенции нефтегазового кластера, как те компании, которые сегодня работают вокруг этого, и другие компании IT-направления и технологические, быстрее продвинуть в масштабах страны. И здесь, конечно, фонд Сколково также создает, также идет по принципу кластерной политики, также создает площадки, где можно видеть, как и в рамках вот у нас кластера, что нужно заказчикам. И сегодня обсуждалась возможность соединения этих двух историй, и какие плюсы мы можем увидеть и для тех компаний, которые работают в Тюмени, и для тех, кто не в Тюмени, но в рамках кластера, и как объединить в очередной раз усилия федерального и регионального уровня. Поэтому разговор был достаточно откровенный, мы уже набросали для себя целый лист встреч и направлений, по которым можно будет провести в ближайшее время работу. Не оставляем вопрос того, что наши современные предприятия уже активно выходят за пределы страны, и сегодня большой спрос на российские технологии. Мы успешно конкурируем на разных рынках, и здесь тоже обсуждали несколько стран в рамках работы нефтегазового кластера, куда мы движемся, и где активно сегодня работают коллеги, и где мы с нашими технологиями не только в нефтесервисе, и не только в нефтегазе могли бы быть именно надежными партнерами. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы сделаем программу дальнейшего развития и презентуем ее, естественно, тем предприятиям и резидентам нашего технопарка. Сегодня мы посещаем региональный оператор Сколково, который расположен в Тюмени. У нас сейчас 25 региональных операторов по всей стране, и Тюменский региональный оператор один из самых лучших. В прошлом году он занял высокое второе место, и действительно сейчас в ходе дискуссии и представления результатов работы регионального оператора я лично убедился, насколько многоплановую деятельность ведут местные организации, занимающиеся поддержкой технологического предпринимательства. И мы наметили несколько шагов для взаимодействия, увидели те направления, где тюменские предприятия особенно показывают неплохие результаты. Это нефтегазовый сектор, это сельское хозяйство. По этим направлениям, я надеюсь, мы будем друг другу полезно помогать искать новые технологии для тюменской экономики, в том числе и за пределами Тюменской области, потому что резиденты Сколково, они по всей России, в том числе и те, которые развивают технологии в этих направлениях. Всегда что-то новое появляется, но я говорю, что в этом году мы запустили направление по возмещению страховых взносов. Компаниям-резидентам Сколково сейчас тариф, который установлен законом, это 15%, но за счет субсидий Минфина мы предлагаем дополнительное возмещение, которое позволяет налоговую нагрузку, по сути, обеспечить на уровне той по страховозносам, которую уплачивает компания, находящаяся в реестре IT-компании, то есть приравнять их к той налоговой нагрузке, которую несут IT-компании.